Добрый вечер! Только есть звезд, только прилепят. Но однажды ко мне подошел там представитель казанской братвы. В ресторане очень пьяный, глаза грустные, сам очень веселый. Тоже российское сочетание. Говорит, дядя Миш, слышь, давай выпьем. Я думаю, боже мой, а он мне еще говорит, дядя Миш, ты у нас авторитет. Понял? Ну, то есть, опять он от души, а мне расхлебывать, что он тут наговорил, да? Если кто-то слышал, что я у них авторитет. И я говорю, что ты хочешь? Он говорит, давай выпьем. Я говорю, подожди, давай завтра. Думаю, завтра он протрезвит, забудет, и все будет в порядке. Не тут-то было. Он мне говорит, ты чего, какой... А он со всеми этими делами. Вот как они не цепляются, когда ходят пальцами вот этими, да? Тоже Гоголь бы позавидовал этой фразе. Он мне говорит, дядя Миш, ты чего, какой завтра? Давай сегодня, ты посмотри на меня, где я, а где завтра. Мне так понравился его ответ. Ну, действительно, жизнь бизнесмена красивая, но короткая. И я думаю, бог его знает, доживет он до завтра или нет. И я сел с ним за столик, мы выпили, покорешились. И он с таким образным мышлением. Сколько же молодых людей непрекаянными бродят по России? Талантливых, необразованных, без вкуса, с энергией. Например, он мне говорит, дай тост, дядя Миш, облизился Новый год. Я говорю, бери. Он встал, говорит, Новый год это не новый срок. Понял? Потом подошел еще представитель, еще какой-то братвы, не кремлевской, нет, архангельской, что ли, говорит, дядя Миша, потанцуй с моей девушкой. Потанцуй с моей девушкой. Такого вы в Швейцарии не услышите ли где-то? Такого расположения, такой душевности. Я говорю, зачем я должен танцовать с моей девушкой? Знаете, что он мне говорит? Ну, ради меня. Многие из них очень интересные ребята. Короче, я хорошо провел вечер, а потом получил подарок. Даже если мне когда-нибудь будет сто лет, я не получу больше такого подарка. Там на арфе играла арфистка в ресторане. Это всегда признак первого классного ресторана, если арфистка играет. Они пошли к ней в благодарность, что я с ними провел время. И далее ваше воображение опять придется напрячь. Такой подарок можно получить только в России. И они этой арфистке, миловидной весьма, от казанской братвы, писателю Задорнову, заказали сыграть на арфе мурку. Вы сейчас, наверное, представили себе эту мурку. Я не столь слушал, сколь следил за руками этой арфистки. Я такой райской мурки в жизни никогда не слышал. Сегодня над богатыми многие смеются. Некоторые им завидуют. А мне их жалко, правда. Ведь вы посудите сами. Они нуждаются в жалости. Они всю свою жизнь оставшуюся, а неизвестно сколько им осталось. Вот молодцы задние ряды, все понимают. Вот знаете, где бы я ни выступал, первыми реагируют задние ряды. И вот у меня склонность есть анализировать все. Я знаю почему. У них цены на билеты ниже. То есть... Слышите, они обрадовались, да? То есть... То есть им как бы достаточно того, что я говорю. Слышите, они их смеются, да? Ну, средние подсоединились. А вот... Вы бы посмотрели со сцены на передние ряды. Вот задние, это я вам говорю. Все. Они такие сидят некоторые, мол, ты что-то не на наши деньги это все рассказываешь. Это... О, наконец-то, расшевелились. Задние ряды для вас рассказывают. Значит... Богатых жалко. Они всю жизнь должны думать, что с этими деньгами делать, куда их вложить. Когда за тобой придут. Все, передние ряды вообще перестали реагировать. Значит... Придут обязательно. Или те, или другие придут. Потому что деньги все равно наворованы. Нельзя в России заработать большие деньги, не воруя. Я понимаю, наш народ считает, что он не ворует, а возмещает убытки. О, передние оживились. Смотрите. А возмещает убытки, нанесенные им государством. Но... Но не до такой же степени возмещать убытки, чтобы летать по всему миру аж... Аж с обувными коробками, набитыми новыми, сто долларами, хрустящими купюрами. Эти купюры, чтобы вы знали, еще не все американцы видели. Это так потешно было наблюдать однажды. Американский продавец спрашивает у нашего, что у вас в руках. Наш американскому продавцу говорит, это ваши деньги. Бериди-бериди-бериди, не волнуйтесь, настоящий из России. Ничего страшного. Я не ханжа. Хорошо, когда деньги есть. Но когда в таких количествах, это, уверяю вас, это головная боль. Многие бизнесмены даже приходят... Вы слышали, сейчас звонок был телефонный. Вот приходят с телефонами на концерт, и они не могут отвлечься ни на секунду от дел, связанных с деньгами. Выступаешь, как на бирже порой. Одни антенны торчат в первых рядах. Сами туда наклонятся, в штаны говорят себе чего-то. Что, так и было, да, у кого звонил? Да, и прямо в штаны. Мазут на сгущенку, буду менять. Вы смеетесь, а у меня на концерте однажды, на весь зал, один человек прямо где-то со второго ряда, что ли, как зарет. Не полечу в Австралию на самолете. Возьмите до Австралии на скорый поезд. Деньги в таких количествах, это головная боль. Вы посмотрите на лица бизнесменов. Ну, вот шахтеры. Были веселые, остались веселые. А что им, хоть кризис, не кризис, денег не было и нет. Вообще кризис не повлиял. А посмотрите на бизнесменов. Сплошные заботы. Как построить дом площадью 16 соток? На участке в 6. А в какой эксклюзивный садик отдать синишку? А в этих эксклюзивных садиках дети, чтобы вы знали, мечтают стать Басаевым, Дудаевым, Боцманом, Чайником. Авторитетом из зоны. Снежинкой в эксклюзивном садике практически хочет быть одна воспитательница. Опять-таки, как утаить деньги от родственников? Это серьезная проблема, потому что чем богаче человек, тем больше у него родственников. Это народная примета. Слышали опять задние ряды смеются? Это родственники. Это... А передние все, аж ручки сложили. Все, родственников считать начали. Идет человек по улице, улыбается во всю улицу. Знаете, что означает? Что он нищий. А что ему грустить? Здоров как бык, потому что денег даже на насморк не хватает. Олигархов видели по телевизору. Все рассказывают о проблемах. Такой Смоленский плакал недавно. Я назвал это плач олигарха. Вот передние ряды знают, о чем речь идет. А идет по улице, богатый, скулы свело от напряжения. На каждой скуле по кризису. Это такой... Это не человек. Это... Это портрет Пикассо периода кубизма на тебя движется. Жилваки на затылке. Переехали. Я заметил, чем напряженнее лицо у человека, тем больше... Вот тем он больше наворовал. Вы видели лица членов нашего правительства? Видели. Вот ваши аплодисменты говорят. Видели и согласны. Улыбается один Ельцин. Опять согласны. Ну как их не жалеть, этих всех олигархов, банкиров? Они не могут расслабиться. Почитать книжку под торшером, взять Гончарова, перечитать. Они о любви перестали говорить. У них любовь с предоплатой. Чего говорить об этом? Они перестали говорить о бабах. Только о бабках. Все. Невозможно. Они, бедняги, в туалет не могут пойти сами. А вот это задние ряды молчат. Они не знают, о чем речь идет. Объясняю. Но сначала секьюрити забежит. Заглянет в унитаз с умным видом. С очень умным видом. Не блеснет ли оттуда дула киллера? А, которая потом продырявит хозяину нижнюю голову. Потом докладывает. Все спокойно. Заходите, присаживайтесь. Хозяин не верит. Говорит, сам присесть пробовал. Пойди присядь, потом доложи. Я так сказал, секьюрити это слово модное. Вообще это то же самое, что охрана. Но есть различия. Видели, по улице идут, свиньей выстроятся за хозяином. Оглядываются. Сами всего боятся. Ворона каркнет. Все на тротуар как один ложатся. Последним хозяин шлепается. Причем застреленный. Это не жизнь. Их надо жалеть. У них во всем проблемы. Везде. На каждом шагу. Со здоровьем. Знаете, какие у богатых проблемы? О, я вам расскажу. Я по себе знаю. Я же тоже с первых рядов. Открываю секрет. Врачи в наше время у богатых за их деньги такие болезни находят. Вот это первые ряды ошибились окончательно. Такие болезни находят, которых в мире вообще нет. И радикулит пятки. И перелом правого желудка. Тут точно свое почувствовали. И грыжа коренных зубов. И облысение лобковых подмышек. Олигархов жалко. Ой, олигархов жалко. У них же еще, знаете, какая проблема? Модели. Модели. Модели это такие девушки с фигурами шнурков. Видели? Это... Слушайте, как такие в России растут? То ли радиация у нас. Ну правда, ни талии, ни плеч. Одна шея, вот так вот, которая книзу раздваивается. Идет по улице суповой набор. Вот вы смеетесь над ними, а у олигархов проблемы особые с ними. При мне сидела модель за столом. Олигарх подошел, говорит, разрешите с вами познакомиться. Она как приличная девушка вставать начала. Он смотрит, этот процесс не прекращается. Он ей говорит, вы прекратите вставать когда-нибудь или нет? А такой олигарх обычный, кошелек и два ушка. Ну а она остроумно ответила, когда со мной разговариваете, подпрыгиваете, а то я не слышу. Ну он тоже не дурак оказался. Говорит, а что мне подпрыгивать? Я сейчас вам позвоню туда наверх. И вот парадокс. Вот же парадокс. Посмотрите, денег много, а лица у большинства несчастливые. А потому что счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Чуть-чуть громче сделайте, пожалуйста, микрофон. Совсем чуть-чуть. Самую малость. Вы уже поняли, что я знаком был и с бизнесменами в жизни, и с государственными деятелями, и с людьми из шоу-бизнеса, как теперь принято говорить. И мне хотелось все свои впечатления объединить в каком-то большем произведении, нежели вот такие разрозненные миниатюрки. Я написал сценарий. Сценарий называется очень просто, некоммерчески. Кофточка. Это не для толстолобиков. Ну, поверьте, если бы я писал для толстолобиков, я бы нашел, как назвать, там, оргазм в гробу, там, или эрекция в морге. Ну, короче, я... Тираж небольшой, 50 тысяч экземпляров. Выпустил книжкой этот сценарий по количеству читающих людей в стране. То есть мне хотелось, поскольку снять фильм тяжело в наше время, должны быть большие средства. Я подумал, что люди будут читать и в своем ображении как бы будут сами режиссерами, сами будут снимать этот фильм. Я сейчас попробую так его пересказать, поскольку я хочу поделиться именно вот темой этого сценария с вами. Я попробую так пересказать, чтобы в вашем воображении как бы фильм снимался, а не меня вы видели. Итак, почему кофточка? Раннее утро, новостройка, обычный дом, обычного нового района. Солнце еще только поднимается из-за домов новостройки. А во дворе на самодельной хоккейной площадке мама с мальчиком, они первые вышли во двор, играют в мяч. Весело им, хорошо. Бабушка этого мальчика выходит на балкон примерно 10 этажа и бросает кофточку внучку. Мол, говорит, дочь, одень внука, еще прохладно. И вдруг дует среди этой мирной тишины. Тревожный ветерок сносит кофточку, в кофточку попадает на верхушку березы и застревает. Мальчик сразу плакать, о, моя кофточка, папа из Венгрии привез, он же меня зашибет. Мама действительно хочет сбить кофточку, но у нее ничего не получается. Мы по ее движениям видим, что у нее ничего не получится. Она последний раз, видимо, занималась спортом на уроке физкультуры, такая слишком интеллигентная. Вдруг неожиданно к ней подходит соседский мальчик в костюме индейца, в маскарадном, в честь воскресного утра. Она протягивает ей копье, говорит, попробуйте сбить копьем. Она берет у него копье, бросает копье туда в дерево, копье застревает. Индейц тоже реветь, ой, мое копье, папа выстругал, он меня тоже зашибет. Уже двое орут рядом. Она ему говорит, не волнуйся, мальчик, не плачь. Мальчик трясет дерево, она говорит ему, сейчас копье вернется, трясет дерево, копье возвращается и бьет по голове индейца. Индейц начинает вопить, мама, меня бледнолицей все-таки зашибли. В окошке первого этажа показывается лицо мамы, такая совдеповская мама, такая лицо сковородой, бегудиноцкого родой. И она кричит в квартиру, Федор, немедленно проснись, нашего сына какая-то халда бьет во дворе. Они оба выскакивают во двор и орут на эту женщину, интеллигентную, вы посмотрите, что вы с мальчиком сделали. Мальчик, не шевели глазами, смотрите, у него сотрясение мозга, с вас 200 долларов. Она говорит, какие 200 долларов, у меня нет, да вы что, что вы, откуда я это возьму? Подходит дворник, увидев эту картину и говорит, Федор, ты брось меня так с интеллигенцией, разговаривай ты у нас во дворе, я тебе не вшивый интеллигент. Будешь так себя вести, дворник говорит Федору, я тебе как дам в оба крана горячую воду на все лето. На коленях приползешь. Они уже готовы подраться, сцепиться, но в это время выбегает во двор. Муж вот этой первой женщины, очень интеллигентной, он окончательный интеллигент, ничего в жизни не понимает. Он пытается их разнять, говорит, ой, перестаньте, ну зачем драться, какие 200 долларов, ну что вы, я сам вылечу вашего сыночка, бесплатно я это сделаю, я ж педиатр. Это он Федору говорит. Федор говорит, повтори, что ты сказал. Кто ты? Педиатр? Гомеопат. Федор говорит, чтоб я доверил своего сына голубому. И профессора прорывает, однажды интеллигента прорывает в жизни, не выдерживает он такой жизни. Он кричит, я голубой, держи его, говорит дворнику, берет лопату, они его гонят в какую-то загогульную двора. В это время жена Федора бежит, стучит в окошко первого этажа, кричит, Василий, Василий, скорей, на помощь, Федора бьют, а то забьют насмерть, он тебе долг не вернет. И сына прихвати, он ему тоже должен. Вернулись каратисты с разминки, говорят, о, то была разминка, сейчас будет тренировка. Нырнули в драку, кто-то проходил мимо, решил разнять, но по-русски, по-нашенски, схватил трубу, разойдись, а то всем бошки подшибаю. Уже зеваки собрались, телевидение приехало снимать. Знаете, телевидению лишь бы какую-то бакость показать. Мы ведем наш репортаж из одной из горящих точек планеты, из-под куста, дома номер 14. Такой, такой годливый журналист сидит, проходит какая-то пара уже, он, она, такая очень русская пара, она в два раза больше его, она его за руку держит, а он оглядывается как на песочницу, она его не пускает в эту драку, он говорит, Люсь, пусти, пожалуйста, ну, ну, прошу, клянусь, разочек ударю и вернусь, все. Стоят два милиционера, говорят, пойдем отсюда, Калюня, что-то тут неспокойно становится. Зеваки собрались, я хотел жизнью во дворе замоделировать жизнь во всем мире в этом сценарии. Зеваки собрались, говорят, все, все началось, кто-то кому-то должен тысячу долларов. Знаете, у нас точно есть человек, который все знает, что происходит. Третий кричит, негодяй Ельцин, такую страну распустил. Четвертый ряд, не смейте трогать Ельцина. На мусорник взобрался уже, митинг начинается рядом с дракой. Не трогайте Ельцина, он демократ, я тоже демократ, я за демократию любого натяну по самые помидоры. А там уже шум, гам, пыль взметнулась, побоище. Двое выбежали, вообще какая кофточка, все они забыли об этой кофточке. Двое сводят друг с другом счеты, один живет на первом этаже, второй на втором. Тот, который живет на первом, сделал решетки от воров, воры по решеткам к тому на второй забрались. Короче, все вы эти картинки видели неоднократно. На балконах, в окнах люди смотрят. Утро, интересно. Как в театре зрелища. На одном из балконов сидит еврейская семья. Я горжусь этой сценой. Сидит еврейская семья. Не сочтите меня антисемитом. И старый еврей гладит внучка и говорит, глядя на драку, жене говорит, Софа, позвони Мойше, пускай подъедет сюда со своим квасом. Они все скоро захотят пить. Но предупреди его сразу 20% наших комиссионных за идею. А ты, внучок, помни, когда дураки дерутся, умные должны делать деньги. Это первая заповедь твоего дедушки Моисея. Вот мне особенно приятно, когда люди аплодируют вот после этой фразы. Потому что, значит, все все понимают. Кстати, мне читатели прислали довольно много писем. И во многих из этих писем просьба, чтобы эту роль в фильме играл Березовский. Какое точное попадание. Я еще на одном балконе, теперь не сочтите меня русофобом. Мой любимый персонаж — современный поп. Огромного роста, такой бородолопатый, красивый. Он живет с двумя фотомоделями. И... Сестра Анастасия и сестра Варвара. И... Он вышел на балкон. У него подрясый пейджер. Сотовый телефон, прямая связь с Богом. И... Ну, ему Господь скидывает туда. И... Он вышел на балкон, потянулся, увидел драку, зевнул. Говорит, пойду образумлю беса. Сестра Анастасия спрашивает, какую рясу надевать будете, батюшка, сегодня? Он говорит, подай выходную от Кордена, сестра. А крест от Версачи. Он поувесистей. Народец у нас оголтелый, авось пригодится. Он потом зашиб этим крестом двух в этой драке уже, да? Еще на одном... Еще из одного окошка выглядывает бизнесмен. Естественно, с телефоном. Секьюрити. Окей. Это окей. Я окей. Тут окей. Драка окей. Во дворе окей. Подъезжайте окей. К входу окей. Я вас русским языком спрашиваю, окей или не окей? Но довели Россию. Люди, которые стали говорить почему-то окей. Две старушки идут по какому-то большику. Одна другой говорит, Иисус воскресе, Фроловна. Так говорит, окей, Никитична. Ну почему наши люди стали говорить окей? Еще на одном балконе, тоже горжусь этой сценой. Бывший кгбист поливает цветочки. Так. За всем зорко наблюдает. Поливает. Лейка с серпом и молотом. Стрижечка, как в КГБ была. Такая, знаете, подкаре. Такой взгляд из-под лоби аж до космоса. А хват такой, взгляд имени Коржакова. И он поливает, зорко за всем наблюдает, затрагает, поет. Наша служба и опасна, и трудна. В это время подъезжает мерседес-бизнесмена, как раз под его балкон. Вот, кгбист посмотрел, никого нет. И горшочек ножкой туда. Хоп! И на первый взгляд, как будто не видно. Горшок. Хлоп об мерседес. Оттуда секьюрити. Кто это сделал? Им кгбист говорит. Я видел на крыше лицо кавказской национальности. И начинается погром кавказских киосков. Вся драка на погром перемещается, потому что русские, вы сами знаете, если кого бить, то объединяются даже те, кто дрались. Все, это удовольствие. Больше, чем от секса. И кавказцы разбегаются, звонят в аул, говорят, нас тут бизнеса лишили, вы там врежьте русским как следует. Поползла гусеница танка, пошла пехота, потому что взорвали нефтепровод на Кавказе. Америка вмешивается. Без Америки ни один конфликт на земле не обходится. Америка главная страна на земле. Пуп земли. Смотрите, люди аплодировать начали уже на эти. Это как это все осточертело. Америка даже... Америки мечта в этом сценарии разорвать, уничтожить Россию. Потому что Россия напоминает... Но они не знают, как это сделать, потому что Россия напоминает им медведя-шатуна, который неизвестно на кого бросится по весне. Но американцы решили выработать план, и для этого загрузили все данные России, чисто по-американски, в компьютер. За тысячу лет взяли данные России. Компьютер выдал неожиданный результат. Оказывается, никто не наносил России большего вреда за тысячу лет, чем сама Россия. И американцы выработали новый план по уничтожению России. Отныне поддерживать Россию во всех ее реформах. Они даже кредит дали русским на военные действия, чтобы война скорее началась. Американцы еще думают, мало того, что мы дадим кредит, мы еще будем торговать оружием с теми, кто воют с русскими. Ничего у них не получается. Проходит месяца два, шеф ЦРУ вызывает агента по России, говорит, два месяца в России идет настоящая война. А вы не продали тем, кто воют с русскими, ни одного эшелона с моим оружием. Они так оба и стоят у меня в спальне. Почему? Агент по России говорит, понимаете, шеф, потому что тем, кто воюет с русскими, оружие продают сами русские. Он говорит, не понял. Это почему? У нас дорого получается. Нам везти издалека, русским только поле перейти. Понимаете? Он говорит, подождите, ну что, русские не понимают, что это оружие будет использовано против них? Нет, шеф, вы поймите, русские теперь не успевают думать о смерти, когда они думают о деньгах. Более того, я не знаю, как вам сказать, шеф, понимаете, я обязан вам доложить, но дело в том, что те, кто воют с русскими, сегодня утром, я не знаю, шеф, решили объявить войну нам. Он говорит, не смешите, у меня аппендицит вырезан недавно. Это почему? Он говорит, потому что мы поддержали русских кредитом в их военных действиях. Он говорит, и как они будут с нами воевать? У них ни одной ядерной ракеты нет. Уже есть. Откуда? Русские продали. Как возмущается, шеф, русские могли продать ядерные ракеты. У них такая, такая охрана вокруг. Охрана и продала. А как же они оформили эту сделку? А, понимаете, шеф, они ракеты ядерные дальнего действия оформили как трубы канализационные, а ближнюю как водопроводные. Ну, хорошо, говорит шеф, мы не можем понять русских, но простых азиатов мы можем понять. Нет, шеф, почему? Потому что они все учились в русских институтах. Ну, нетрудно дофантазировать концовку. Это обугленная земля, никого, ничего, черная березка, над ней, на ней обуглившаяся кофточка. Прилетают два аиста, садятся на эту кофточку, вьют гнездо, готовые предсказать перерождение жизни на земле. Я почему издал книжки? Да потому что мне кажется, что пока снимут фильм, события сбудутся. Вот что жалко. Ведь действительно, многие сцены в этой кофточке символичны очень. Например, поп выходит во двор, хочет разнять уже драку эту, искренне хочет разнять, поднимает крест Версачи, а там две стенки стоят уже, готовы сцепиться, но только ждут, кто первый начнет. А поп, подняв крест, говорит, люди добрые, образумьтесь, Господь с вами. И кто-то из стенки кричит, вы слышали, что он сказал? Господь с нами. Вперед! Я раньше говорил, я одного не понимаю, второго, третьего. Была советская власть. Это понятно, почему я ничего не понимал. А я вот сейчас не понимаю. Советской власти нет, а я все равно ничего не понимаю. Правда. Вот я не понимаю. Если чиновники нам все время говорят, что они честные, почему они не платят налоги со взяток? Что они привязались к Киркорову? Мол, Киркоров не заплатил налоги за год. Они разворовали в Чечне в этот год 300 триллионов. Это что? Я не понимаю, все эти деньги должна возместить одна всероссийская зайка? Это она одна виновата в этом во всем? Я вообще, что касается даже сегодняшних чиновников, не все понимаю. Недавно Примаков сказал, уже будучи премьером, мы обязательно повернем экономику лицом к человеку. Я не понимаю, а чем она при Черномырде не стояла? А Ельцин, я не понимаю, его называл, кем только не называл, Максим Сергеевич, Сергей Петрович, Примакова, три дня, совершенно разными именами. Я не понимаю, вот Примаков, почему соглашался? Кивал из уважения это все, да? Вообще, я нашего президента не всегда теперь понимаю, вы знаете? Вот соберет своих подчиненных и говорит им, пора бороться с преступностью. Страшное лицо такое сделает, пугает преступников, знаете? Ой, они его боятся. Ой, как страшно. Причем я не понимаю, он зачем преступников собирает, чтобы им это говорить? Правда, я даже их новых выражений этих теперь не понимаю. Эшелоны власти, вон. Их сокращают, сокращают, а их эшелоны на нас пошли. А белый дом, почему? Почему дом правительства в России называется белым домом? Ну, в Штатах, в Соединенных Штатах Америки понятно, всегда был белый дом. Но я был в Вашингтоне, нет Кремля. У нас в каждом городе белый дом, по деревням белые дома стоят. Там, коровник перекрасят, белый цвет, это наш белый дом. Я не понимаю, чего другой краски нет в стране? Желтый, например. Правильно. Очень подошло бы нашей администрации. А то право непонятно, как белый дом журналисты в газетах сокращенно называют БД. Тогда желтый дом сокращенно правильно будет. Я вообще не понимаю этого увлечения иностранными словами сегодня по всей России. Надписи на иностранном языке, только на английском. Шоп, фут, ход, дог, перловка, трейдинг. Бедные старики говорят, мы не знаем, где что купить. Стоит бедная старушка посреди Москвы читает шоп, 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 шоп. Говорит, да шоп вы сдохли. Я не понимаю, почему надо писать на английском языке в России. Я был во многих странах, нигде нет надписи на русском. Правда? Ну, на Кубе, да, видел лет 10 назад надпись в аптеке на русском. Спирта нет. Я не понимаю, почему нас все называют Евразией. Евразия, это когда больше Европы, чем Азии. А у нас больше Азии, чем Европы. Значит, мы не Евразия, мы Азиопа. И, главное, непонятно, к кому обращаться, чтобы все это понять? К президенту? Он нас опять пугать будет. К прокурору о преступности спрашивает. Вы сами видите. Причем, я не понимаю, почему он нам жалуется? Он нам все время жалуется, что преступники не оставляют ему улик. Какие нехорошие преступники пошли. не понимаю, объясните. Двое несли коробку с 500 тысячами долларов. Двое несли в Кремле, в Белом доме. Их взяли с коробкой, там 500 тысяч долларов. Нет улик. Да. Заглянули, ой, сколько улик нет. Ой, ой, ой. А те двое говорят, не наша коробка. дали поносить. Какой-то дядька подошел, знаете, в Белом доме, говорит, не хотите поносить коробку с 500 тысячами долларов. И уликнет все. Потому что пока прокуратуры заглядывали в коробку, ни одной улики не осталось. Да бог с ней, с коробкой. Насильника в Москве взяли. Трое свидетелей было. Он, насильник, дошло до суда, нет улик. На месте изнасилования орудие преступления не обнаружено. И я не понимаю, как при этом наши чиновники и руководители друг друга называют господа. Это как в одном подъезде в московском однажды объявление висело. Господа, перестаньте мочиться в подъезде. Но одно я понял, почему кризис наступил. Понял. А вот вы анализируете со мной. Вечером взяли кредит. А утром кризис. Я не понимаю, за одну ночь украсть 5 миллиардов. Причем, видимо, я правильно это понял, потому что даже диктор на следующий день в вестях сказал, всю ночь в белом доме горел свет. Я часто говорю о нашем мышлении, очень часто, мне кажется, об этом надо говорить. В мире, на мой взгляд, существует два типа мышления. Одно азиатское, основанное на хитростях, другое европейское, основанное на образовании. Одно мышление азиатское, скажем, не может понять европейское, европейское не может понять азиатское, а нас не может понять никто. Потому что у нас евроазиатское мышление. Наш человек думает одно, говорит другое, чувствует третье. Что он делает, он сам не понимает. Потому что, и вот в этом отличие нас, мы не роботы, мы все-таки, ну извините за неправильное слово, мы человеки. Вот идет наш на Западе, его сразу можно отличить по глазам. Раньше наших можно было отличить по одежде. Наши плохо одевались. Сейчас наши одеваются лучше, чем иностранцы на Западе. Ну это понятно, потому что мы 70 лет не одевались. И нам хочется одеваться. Но даже если рядом будут идти прилично одетые иностранцы, все равно нашего видно по глазам. Вот отъезжает лифт в гостинице. Останавливает его немец и наш. Как немец останавливает? Очень просто. Смотрит, как там надо нажать на какую кнопку, чтобы лифт остановился. Наш бежит, он отродясь этой кнопки не видел. У него глаза все взбаламучен, весь организм. Как вы или я останавливаем лифт? Ногой. Вот, раз и все. Причем мы же не думаем при этом, не анализируем, как это делают на Западе, правой ногой или левой. У нас так срабатывает организм. Он сам так срабатывает. И мы с таким чувством это делаем, что, скажем, немцы в лифте внутри очень пугаются наших когда-нибудь человек. Потому что слякоть летит, лепешки в разные стороны. И вот интересно, наш человек действительно не просто соображает, а он мгновенно выдает что-то. Поэтому мы гораздо быстрее живем, чем люди живут на Западе. Тот же лифт, кстати, многие используют по другому назначению у нас в Москве. Нет, нет, не надо хихихать. Я не это имел в виду. Нет. Я имел в виду, что держит ногой лифт, чтобы он освещал парадную, в которой все лампочки выкручены. У меня целая коллекция примеров нашей соображалки. Но один пример. Я о нем не рассказывал никогда по телевидению. Я хочу вам рассказать, чтобы еще вызвать настоящую гордость за наших. У моего знакомого одного, не очень близкого, испортилась дверца автомашины. Он ее не чинит. Я спрашиваю, почему ты ее не чинишь? Он мне отвечает, потому что дорого. Я говорю, конечно, дорого, но украдут машину, оставишь с открытой дверцей на улице, и что будет дороже тебе? Он говорит, никогда не украдут. Я спрашиваю, почему ты такой самонадеянный? Какой ответ? Даже не восхищение, а гордость за нашего человека. Он говорит, потому что у меня никогда ее не украдут, потому что я ее всегда на улице оставляю открытой дверцей к столбу. Не могут иностранцы до этого додуматься, чтобы вы знали. Но я часто получаю записки из зала, путешествуя по стране. Однажды в одном городе, в какой-то глубочайшей глубинке, мне пришла записка, которая вызвала во мне еще большую гордость. Записка пришла. Это вот только русский живой ум мог такое написать. Скажите, а ваш знакомый вылезал из машины до того, как он ее ставил дверцей к столбу, или после этого? Вот мне нравится, что вы аплодируете. Это значит, вы уже гордость начали за наших избыток. Я рассказываю часто вообще свое мнение об Америке, о западной жизни, потому что сегодня наше правительство совершенно бессовестным образом легло под американцев. И они еще хотят нас положить. Но это неправильно. Мы совершенно другие люди. И поэтому мне хочется всегда свое мнение высказать сегодня. Мы не можем жить этой жизнью, да? Американцы едят семечки очищенными. Вам это надо? А процесс... Мы что, едим семечки наесться? Мы едим семечки для процесса. Сидит наш на большаке, глаза в большак. Ничего не понимаем. Как два кругляшка, вырезанных из свинячьего студня. Он подключился к космосу. Он в русской нирване находится. Он карму сплевывает в данный момент. Очень обидно, что мы себя недооцениваем во многом. Американцы ездят на рыбалку. Предупреждаю, для мужиков наших, для мужчин, страшная история. Они заказывают фирме пробурить лунку в том месте, в котором они отметили на карте. Фирма едет, бурит лунку. Потом завозит червячков консервированных, закрывает лунку картонным домиком, завозит туда кабель, включает обогреватель в домике. Вы приезжаете туда, если вы американец, ловите на консервированных червячков, поймали рыбу. Американец поймал рыбу и отпускает обратно. Хохоча от радости. Я вообще не понимаю этого процесса. А где подключение к космосу? Вот, где широта чувств? Где энергия процесса? Двое моих знакомых поехали на рыбалку, они так напились по дороге. По дороге. Что где вышли из машины, там и стали бурить лунку. И пробурили. Прямо в дороге. Сидят, ловят рыбу и удивляются, почему по реке автомобили ездят. Что это за дела такие? У них гораздо скучнее жизнь, потому что они, как я говорю, все-таки уже одноклеточные. Вот знаете, этот процесс Моника Левинский-Клинтон мог возникнуть и идти в течение двух лет только в США. Нет большей страны, у которого бы не хватило чувства юмора, чтобы этого не было. Вот мы все-таки другие, согласитесь, наш народ мне лично ближе. У нас президент шел, шел, свалился с моста в яму. Мы его выбрали президентом. И мы, наоборот, гордились, что он упал с моста. Потому что он народной жизнью живет иногда хотя бы, чувствует, что нужно народу. А эти всерьез обсуждают, достоин он быть президентом или не достоин. Всерьез, нация разделилась на два лагеря в течение года. Я год назад стал говорить об этом процессе. Они что, тоже живут по моей программе, американцы? Потому что я понимаю, что американцы теперь наше правительство. Когда шахтеры пишут в наш Белый дом, они не правы, надо в тот Белый дом жаловаться. Потому что практически нами, конечно, руководят американцы сегодня. Но, Моника Левинский, какой потрясающий поворот сегодня, показывающий, насколько кризис во всем мире образовался. Ну, во-первых, в двух наших странах. Наш уговаривает президент, что у него рубль не падает, а тот уговаривает, что у него не очень было с Моникой. То есть, у одного падает, у другого нет. И масштаб причин для импичмента. У нас война в Чечне, а у них Моника не стирала платье несколько лет. Это ж надо такой сообразительный быть. Это даже в России невозможно такое. Причем, она составила фоторобот того органа, которым он ее добивался. То есть, это даже неудобно рассказывать со сцены. Я представляю, что бы было в нашей милиции, если бы они составляли фоторобот по ее разгадам. А те серьезно сидели, спрашивали, как детали какие. И президент пупа земли должен был в суде предъявить для сличения при присяжных. Вы понимаете, что это возможно в стране, в которой вообще не существует чувство юмора? Вы знаете, почему долго суд шел? Я вам расскажу. Только вы никому не говорите, ладно? Дело в том, что Клинтон должен был сдать анализ, держа одну руку на Конституции, а вторую на Библии и при присяжных. Все-таки мы другие. Да, у нас журналисты пытаются тоже разоблачать компромат. Помните, на министра компромат был, что он с женщинами в бане был. Ну и что, вы долго это обсуждали? Год, два, до минуты четыре. Нормальный мужик пошел с бабами в баню. Чего обсуждать, собственно говоря? Вот, даже женщины аплодируют. Да у нас бы сейчас сказали, что нашего президента в такой ситуации засекли. Мы бы его на третий срок выбрали. Вот это предвыборная кампания для президента. Я всегда утверждал и буду утверждать, что наши люди интереснее живут, быстрее соображают, наши женщины. Вот я говорил о чулках, как наши надевают. Ну, даже дело не в том, как они их надевают, а что они могут придумать делать с чулком. Это можно гимн чулку женскому написать, российскому женскому чулку. Ведь некоторые женщины на севере проглатывают окна, чтобы не дуло. Это никто в мире не догадается до этого. Или подвязывают помидоры в теплицах чулками. Знаете, чулками, в которых еще на субботник ходили когда-то в 70-е годы. Процеживают известь, чтобы комками на потолок не ложилась эта известь. Некоторые там, допустим, шьют кукол из колготок старых. То есть набивают трусами, носками, перетягивают это все. Страшилище – жуткое дело. Ну, детям нравится на севере. А некоторые обвязывают деревья, яблони в саду, чтобы зайцы не погрызли старыми колготками. Потому что зайцы, они не переносят запаха старых колготок вообще. То есть зайцы вообще отворачиваются и уходят в лес. Все, ой, они не могут этого вынести ничего. Хохочут, да? А мне одна наша говорит, а я через старые колготки выдавливаю варенье. Вот. Косточки не проскальзывают. И меня спрашивают, хотите попробовать? Сейчас. Я говорю, нет. Она говорит, жалко, очень ароматное варенье получается. Она мне говорит, я говорю, ну, я не люблю варенье. И еще одна потом, когда я об этом рассказал по телевизору, ко мне подошла за кулисами женщина на севере и говорит, а я старые колготки режу, делаю из них пакетики для заварки чая. Приходите ко мне на чай. Обязательно, обязательно. Вот только варенье возьму, чтобы запах одного не перешибал аромат другого. Еще одна мне похвасталась. Я в старых колготках храню лук. Он не задыхается. Она мне говорит, я ее сразу спросил, кто не задыхается. Лук или тот, кто будет есть этот лук? Я представить себе, не могу, чтобы я пришел к француженке или к американке, а у нее в прихожей колготки с луком висят. Ну, потому что наши, опять я говорю, наши чувственные люди. Двое поспорили в пивбаре. Кто засунет лампочку за 100 долларов в рот? Вот зачем? От избытка энергии. Один говорит, за 100 я засуну, дай 100 долларов, 100 долларов. Лампочку можно засунуть в рот. В рот взял. Он у этого спрашивает. Тот говорит, ты... Врач вынул лампочку, дал ему. Говорит, вези домой трофей. Он едет в такси. Таксист спрашивает, ты что, как данка с сердцем в руке с лампочкой? Этот ему говорит, дурак, представляешь? Взял лампочку в рот за 100 долларов. Таксист не дал продолжить. Говорит, что дурак? Я возьму за 100 долларов. Дай сюда. Люди на перекрестке смотрят, таксист едет. То ли сам себе путь освещает, черт его знает. Бывало, говорит, поехали, я врача знаю, который лампочки вынимать умеет. Врач такого не видел никогда. Чтоб к нему попали сзади несколько человек с лампочками во рту. Почему это все происходит? А бизнесмен приехал из Латвии. Они думают, там про них в Латвии все мы знаем. А валюта в Латвии латы. Ну, кто-то знает, кто-то нет. Он пришел в ресторан и в гардеробщик и спрашивает, куда латы сдать можно? Кто-то ему говорит, латы сдай мне. А коня привяжи у входа. Вот скажите, вы думаете, что громче невозможно смеяться? У русского человека неограниченный запас энергии. А вообще, с моим водителем произошел случай, который точно объясняет все наши проблемы. Казалось бы, незначительный случай, но водитель, видимо, уже привык к моим выступлениям. И тоже чувствует ситуацию. Он подвез женщину и потом рассказал мне о своей халтуре. Я его даже наказывать не стал, потому что это такой подарок у меня был. Он ее везет по Москве. Но что? Она ему говорит, слышь, а теперь поворачивай направо. Так, не все понимают, остальным показываю. Направо поворачивай. Так понятнее, да? Он ей спрашивает, не понял, куда. Она говорит, я тебе сказал направо, и давай направо, быстро. Он ей повернул направо, потому что обучен моей логикой жизни. Она спрашивает, куда ты повернул? Он говорит, вон, право. Вы сказали направо, я направо повернул. Потрясающий ответ. Она говорит, я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России. Куда показывают, туда и поворачивают. Вот как и живем. Куда показывают, туда и поворачиваем, к сожалению. Все, я хочу закончить изречением одного из наших руководителей. Наш народ будет жить плохо, но недолго.